Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТ, в студии Махач Курбанов и материал моих коллег. Коротко о главном. Увидеть своими глазами. Председатель правительства Абдулпатак Амирханов проверил подготовку к отопительному периоду на севере республики. Ограничения во благо. В Махачкале проходят антиковидные мероприятия. Подробнее сегодня у моих коллег. Знания, необходимые в жизни. Определились лучшие знатоки книги благонравия праведников на арабском языке. С ними встретился муфти Дагестана. В северной зоне Дагестана будут модернизированные объекты коммунальной инфраструктуры. Председатель правительства республики Абдулпатак Амирханов проверил, как проходит подготовка к отопительному периоду. Подробнее о решениях, принятых по итогам поездки, в нашем следующем сюжете. Абдулпатак Амирханов изучает состояние тепловых сетей водовода в городе Хасавюр. Здесь особо остро стоит вопрос плохого состояния отопительных сетей. Центральная котельная теплоснаба обслуживает всего лишь 40 домов в городе из более сотни. В связи с этим поручено проработать вопрос замены 30 километров сетей теплоснабжения параллельно со строительством котельных в городе. Одна проблема остается, Абдулпатак Гаджевич, это то, что подводящие сети, у нас 30 километров подводящих сетей теплоснабжения в трудном исчислении. Без замены их толку не будет. А у нас вот они идут как капремонт в сетей. И Минек говорит, что в рамках РИП невозможно их профинансировать, тоже разработку БСД. В Кизелюрте тем временем запланировано строительство двух новых котельных. Также проводится работа по ремонту и замене ветхих канализационных, водопроводных и газовых сетей. Еще одна проблема города – отсутствие резервного трансформатора, так как действующие нуждаются в ремонте. Премьер-министр поручил профильным ведомствам проработать указанные вопросы. У нас только многоэтажный район города подключен к системе канализации. У нас остальная часть города не канализована. Есть те улицы, есть микроэнон строительство, новый микроэнон, где надо, конечно, подключиться к канализации. В связи с этим мы заказали проект сооружения канализации 15 тысяч кубов в сутки. Когда заказали? Да. Когда? В прошлом году. Как показывает практика, проблемы во многих муниципалитетах схожие. И, к сожалению, не все из них удается успеть решить к отобительному сезону. Однако, подобные выезды руководства региона позволяют выявить самые болевые точки и определить, какие объекты будут включены в те или иные программы. Патемат Ханапова, Наталья Хамбабаева, Новости ННТ. Мэрия Махачкалы обвинила филиал Россетей в бездействии в период непогоды. Напомню, на 24 городских локациях после ливня и сильного ветра в четверо суток отсутствовало электричество. По поручению главы Махачкалы в филиал ПАО Россети Северный Кавказ Дагенерго была направлена к комиссиям, так как он является поставщиком электроэнергии в домашителей столицы. Проверка выявила отсутствие работ на половине указанных поставщиком адресов. 13 бригад, которые проводили работу только на пяти локациях, при этом более 50 тысяч жителей города продолжали оставаться без света. В столичной мэрии отметили, что все жалобы горожан на поставщика электроэнергии будут заактивированы и переданы в прокуратуру республики. Я полностью согласен с мнением Салмана Кадеевича, что он планирует, я так думаю, что он уже и сделал, обратился к правоохранительным органам. В первую очередь это органы прокуратуры, которые, может, они призовут, как говорится, к обязательному исполнению своих обязанностей поставлять электроэнергию горожанам. Я вас призываю, сделайте все, чтобы наши горожане получили свет, уважаемые электрики. Если вы, это целая служба, огромная служба электрическая, служба, которая поставляет электричество горожанам, пожалуйста, сделайте так, чтобы у людей был свет. Тендер на создание интеллектуальной транспортной системы объявили в Махачкале. Подрядчик по условиям должен закончить работы до 25 ноября текущего года, а подать заявку на участие необходимо до 2 августа. Начальная цена аукциона почти 360 миллионов рублей. Выделят их из федерального бюджета. Внедрение интеллектуальной транспортной системы повысит уровень безопасности дорожного движения. В центр обработки данных будет стекаться информация о работе общественного транспорта, авариях, ремонте на дорогах и погодных условиях. В автоматическом режиме будут регулироваться транспортные потоки при помощи команд, поступающих на единую сеть городских светофоров. Прививочные пункты Махачкалы работают в штатном режиме. В минувшие выходные их проинспектировали министр здравоохранения региона Татьяна Беляева и вице-премьер республики Мурат Казиев. По словам министра, вакцина доставляется и хранится в специальном холодильном оборудовании и с соблюдением необходимого температурного режима. Востребованность в вакцинации у населения выросла. Новые партии привозят на прививочные пункты в максимально короткие сроки, отметила Татьяна Беляева. На сегодня в республике вакцинировано от ковид около 200 тысяч человек. Режим изоляции в Дагестане для граждан старше 65 лет продлили до конца июля. Эпидемиологическая ситуация ухудшается. 191 человек получили положительный тест на коронавирус за минувшие сутки. Растет летальность. По данным Минздрава, к середине текущего месяца в регионе уже скончались почти 1600 человек. При этом темпы вакцинации нестремительны. Минздрав России призывает Дагестан в кратчайшие сроки нарастить темпы иммунизации. Напомню, ранее заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова заявила, что хуже всего массовая вакцинация проходит именно в нашей республике. На сегодняшний день в Дагестане вакцинировались чуть более 5% населения. Тогда как для победы над коронавирусом нужно, по словам врачей, 80% иммунизированного населения. Не нужно бояться этих слухов, что все люди после вакцины, какая-то часть людей заболели, какая-то часть людей умерли. Вот вы понимаете, в моем окружении очень много людей, которые вакцинировались. Я что-то не видел ни одного из них, у которого что-то возникло. Поэтому, когда люди начинают мне говорить, а вот вы знаете, мы слышали, я им хочу задать вопрос. Вот откуда вы слышали, у тех и спросите, а есть у них в окружении? Я еще не нашел никого, кто лично увидел бы умершего, пострадавшего от этой вакцины или получившего какие-то осложнения. Вот это вот массированные слухи, запугивание самих себя, вот оно продолжается, и оно абсолютно не стоит того, чтобы бояться этой вакцины. Массовая отмена свадеб, рейды по ночным клубам и ресторанам, а также проверкам масочного режима в общественном транспорте. Так в Махачкале ежедневно проводятся мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Насколько добросовестно граждане выполняют предписание Роспотребнадзора, выяснял Карим Даниев. Дагестан. В числе регионов, где резко выросли темпы заболеваемости коронавирусом. Администрация Махачкалы и органы правопорядка ежедневно проводят большую работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так под ограничение попали банкетные залы столицы и другие места массового скопления людей. В данный момент хозяева ресторанов утверждают, что ведется ресторанная деятельность, каждый имеет свой счет, будут рассчитываться. В любом случае мы сюда зашли, проверка документации и законности их деятельности мы будем проверять. Я надеюсь, вы не против. Давайте проверим, пройдемся. Свадьбы полностью остановлены. Составлены акты для взыскания штрафов с владельцев банкетных залов. Под ограничение также попали рестораны и клубы, нарушающие предписание Роспотребнадзора Республики. За работу после 23 часов досуговым заведением грозит от крупного штрафа до полного закрытия коммерческого объекта. Какие меры будут приниматься? Это вот сейчас мы сегодня пришли. Наверное, они думают, что мы сегодня пришли, закончили. Нет, конечно, будет и завтра, и послезавтра. Эти мероприятия будут проводиться каждый день. И призываем всех организаций, всех владельцев, организаций общественного питания, чтобы соблюдали установленный режим. До 23 часов им дано право, при этом тоже соблюдая установленный режим, чтобы не проводили там массовые мероприятия, соблюдение и дистанции, и количества людей. Также в Махачкале проводятся рейды по пресечению нарушения обязательного масочного режима в пассажирском транспорте. Правоохранительные органы ежедневно составляют протоколы на транспортные компании, допустившие до поездки пассажиров без масок. Объясняем людям, что необходимо носить маски. Есть люди, которые понимают, есть люди, которые не понимают. Кто не понимает, им объясняем. Если вообще не понимают, высаживаем пассажиров на водителя, на предприятие, которое переводит пассажиров без маски, составляя административный протокол, штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Первый раз 100 тысяч, а потом последний раз 200-300 тысяч рублей. Администрация города обращается с просьбой к жителям и гостям соблюдать все меры предосторожности, использовать индивидуальные средства защиты и средства гигиены. За последние сутки в республике скончались два человека от ковида, более 38 тысяч человек заболевших. Действия местных властей направлены именно на то, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Карим Даниев, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Муфтья Дагестана объявил день праздника Курбан-Байрам. Он выходит на 20 июля во вторник. Это главный праздник для мусульман. Он символизирует покорность перед Господом, милосердие и любовь друг к другу. А на 19 июля приходится день Арафа. Это также один из самых почитаемых дней в исламе. В достоверном хадисе, переданном муслимам, говорится, что когда пророка, алейсаляту ассалям, спросили о посте в день Арафа, он сказал, у того, кто будет поститься в этот день, смоются грехи за предыдущие и последующие годы. Десятый день месяца Зульхиджа – это самый главный праздник мусульман, Идуль-Азха Курбан-Байрам, который приходится в этом году на 20 июля. Пусть Всевышний Аллах поможет нам проявить особое усердие в эти дни, и пусть Создатель убережет нас от болезней. Берегите себя и своих близких. Определились лучшие знатоки книги благонравия праведников на арабском языке. С победителем и призерами встретился муфтий Дагестана шейх Ахматафанди. Первое место в конкурсе заняла жительница Унсукульского района Фатима Гасанова. Второе место досталось Ахмеду Магомедову из Кизлярского района. А третье занял Шамиль Керимов из Шамильского района. Духовный наставник поздравил участников конкурса с достигнутыми результатами. Он пожелал им практиковать в жизни те знания, которые они получили благодаря этой книге. Нарави нам очень нужно улучшить. Почему? Потому что после 90-х, после перестройки, мы были заняты, можно сказать, укреплением Ахиды людей, чтобы у них намаз получился. Вот это первое, что необходимо. А сейчас уже, когда с истечением времени мы потихоньку перешли на другие направления, но это немаловажно. Победитель республиканского конкурса получил сертификат на поездку в Малый Хадж. А участникам, занявшим второе и третье место, вручили по 30 и 20 тысяч рублей. В новом футбольном сезоне Дагестан на первенстве России во втором дивизионе представит три команды. Накануне ФНЛ разослала клубам проект календаря. Первым из республиканских команд сезон начнет «Динамо». 18 июля махачкалинцы сыграют в Кубке России с Нальчикским Спартаком. Первенство России во втором дивизионе лиги стартует 24 июля. В этот день на выезде «Легион» сыграет с Черноморцем, Анжи с Волгоградским «Ротором-2», а «Динамовцы» примут дома «Майкопскую дружбу». Отметим, что турнир продлится до 5 июня 2022 года. Но при этом зимой футболистов ждет перерыв более трех месяцев. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Оставайтесь с ННТ. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего доброго. До свидания.